Спустя сутки после снегопада лестница в небо на Амурском заливе стала предметом насмешек в социальных сетях. Люди смеялись по той причине, что самого ведуха нет, но рабочие решили почистить от снега ступеньки. Однако таким образом компания-подрядчик готовится к ремонту надземного перехода. Стоимость работ более 9 миллионов рублей. Контракт с подрядной организацией оплачивает администрация Владивостока. Конкурс на разработку проектно-сметной документации был объявлен еще в апреле 2015 года. Изначально ремонт оценивался в 1 миллион рублей. На сегодняшний день сумма увеличилась в 9 раз. В ходе ремонта надземного перехода полностью будет заменена аварийная стойка лестничного схода. Также будет изготовлена новая металлическая балка пролетного строения. Будет произведен ремонт всех опор, то есть всех сколов, трещин ремонтным составом. Планируемый срок по сдаче объекта – конец декабря этого года. Или следующего. «Сейчас мы готовимся к укладке самой перекрывающей балки. Правда, в ранее оговоренный срок можем не успеть. Дело в том, что по техзаданию ее нужно произвести из особой стали, которая, как теперь выяснилось, в Приморье не производят. Теперь наш завод-изготовитель заказал сталь на Урале, что может увеличить время исполнения контракта. Мы уже отправили уведомления в мэрию», – рассказал представитель компании-подрядчика «Векторстрой» Андрей Кирда. Напомним, пешеходы на улице Маковского остались без виадука еще пять лет назад. Балку надземного перехода из-за поднятого кузова сбил грузовик. С тех пор на остановке Амурский залив работает только светофор, перед которым водители не всегда успевают притормозить. Для многих желто-белая зебра на этом участке – полная неожиданность. «Виадук нужен». Во-первых, движение машин, которое идет, а во-вторых, сам подходишь, только идешь, а кто-то едет, так знаете, чисто по инерции, он даже не видит светофора. Поэтому светофор очень нужен. Здесь машины часто на желтый свет несутся, кто на зеленый проскакивает. Стоишь и смотришь, удобно, неудобно, есть ли машина или нет. Желательно, чтобы здесь поставили хотя бы лифт. Это ведь возможно, потому что очень тяжело. Но не всегда горожане пользуются предназначенными переходами. Некоторые перебегают дорогу там, где им удобнее. Такие попытки зачастую не заканчиваются успехом. Этот случай произошел на днях в районе надземного крытого перехода на Луговой. Женщина, переходя дорогу в неположенном месте, поскользнулась и упала. Водитель большегруза заметил ее слишком поздно. А это беглецы на Акатовой, кадры летние, но такие перебежки там постоянно. Здесь Виадук, а вы переходите под Виадуком. Скажите, ну почему? Лень, потому что. Валерия Белоус, Марина Смирнова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.